И снова всем привет на канале Олег Нестеров в Брест. Сегодня мы ведем свою передачу с офиса, с киностудии имени Олег Нестеров. Так как на улице сегодня большой дождь, очень неприятная такая погода и ветер. Но от этого настроения у нас не чуть не меньше. Мы зажгли печечку и потихонечку будем сегодня снимать в гараже. Ну как все знают, кто не смотрел вчера, мы вчера покрасили переходом крыло. Перехода делали два, а именно это был переход по сухому и переход с переходным растворителем. То есть, ну это все чуть-чуть позже. А для заряда бодрого и хорошего настроения анекдот. Ну анекдот такой. На подъезде объявление. Соседи, радуйтесь! Мы закончили ремонт! Болгарка, дрель и перфоратор проданы! И на вырученные деньги мы приобрели караоке! Такой анекдот! Ну а теперь тема дня! Заставка! Пошла! Сегодня у нас так темновато, поэтому будем с подсветочкой снимать. Ну вот, как видно, да? Вот у нас лаком покрыто и сюда переход. Это мы красили на сухую. И под переходной лак, ну, под переходной лак так не видно. Конечно, есть чуть-чуть, но так, наверное, вы не увидите. Вот у нас есть переход. Но если вот уж совсем приглядеться, вот, есть небольшая граничка, да? Но она совсем незначительная и не видна, и легче будет сполировать. То бишь, где мы покрыли переходным растворителем, да, там у нас практически слился лак с тем, что был, и перехода практически не видно. Кто не видел прошлого урока, где мы красили, можете посмотреть, вот так вот он выглядит. То есть, ну, в принципе-то это не дефицит. Вообще, смысл его, как бы, действия, да, он разъедает вот тот лак, что находится, ну, вы наносите сначала, да? Потом, когда вы уже нанесли лак, вы вторым слоем даете вот этот переходик, и он разъедает, как бы, оба лака и делает их однородными. Что и, как бы, делает переход незаметным. Ну, немножко тут надо, конечно, будет сейчас поправить. Итак, начнем. Ну, в принципе, так все то же самое. Берем 2000-ю шкурочку. Дай. Холи. Убираем, чтобы не было у вас тут пыли. И также затираем переход до однородного. В принципе-то убираем вот так. Тут я апельсинчик не стал убирать, ну, такой даже сполируется. Как вы видите, переходик видно, но он совсем незаметен. И такой переходик. И вот тут вот, видите, чуть-чуть, как бы, виден, да? Ну, еле-еле. Такой переходик уберется машинкой. Ну, и берем круг. Круг я беру белый, а не пожестче. Круги есть белый, самый жесткий. Потом оранжевый, он чуть-чуть помягче. И совсем мягкий, черный. Мы пока белым пройдем, да? Посмотрим. То есть, круг обязательно помойте под проточной водой. То есть, мне сейчас помыть негде, но, как бы, икруло у нас подопытное. То есть, и наносим полирольку. Полирольку я беру, дайте, полирольку я беру G3, парекла. Ну, другой, как бы, нету просто сюда. И наношу его на место, где мы будем полировать. Да? В машинку сначала делаем на небольшие обороты и размазываем все, растираем. Потом постепенно увеличиваем обороты. Не сразу. Заметьте, чтобы у нас, вот, когда мы по-сухому делаем, здесь немножко у нас было видно переходик. Для этого нам нужно поплавить лак, чтобы он слился и, как бы, был однородный. Но не перегревать, трогайте все время. Ну и здесь то же самое. Если смотрите, что начинает у вас машинка тормозиться сильно, сопротивление, да, можете чуть-чуть сбрызнуть водой. Чуть-чуть поливать не надо. Ну вот, пару брусов. Это облегчит трение. Ну и все, вот, обычно таким кругом я уже убираю голограммы. Как бы нам ни к чему, но просто покажу. Для этого я беру ту же Фореклу, только G10. Вот так вот она выглядит. То есть я много брать не буду. Нанесу прям на... Что-то она у нас подстыла. На круг чуть-чуть. Ну и все, этого мне хватит, как бы, на все крыло. Она уберет голограммы и немножко больше сгладит. Черный очень мягенький поролон. Ну и технология та же самая. Разглаживаем. difficile. Продолжение следует... 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 Но мы не стали уже в самый ноль полировать Потому что все равно это крыло нам перекрашивает Оно не в цвет машины Это дядя Олежа пожертвовал просто Элементом для урока Ну и баллончик, конечно Он спасет вас Когда, допустим, вы углы бампера поцарапали Да, можете переходиком так же сделать Или сам бампер покрасить Где-то не за дверей, где-то еще что-то Но весь элемент красить баллончиком Чтобы было вот такое качество Это очень тяжело Как бы краску не надо наносить, закрашивать Вот, как я показывал, так и надо красить То есть весь практически баллончик 300 грамм из 400 У меня ушли на крыло Лака у меня ушел весь баллончик Даже на низ крыла мне не хватило Потому что лаком надо заливать хорошо А не так вот набрызгал до блеска и все Так что вот, рассчитайте Но в крыле еще арочка, не забудьте Крыло небольшой элемент То есть на капот вам надо 4-5 баллонов И вы капот, я серьезно говорю Ну, красиво не сделаете Если вы первый раз красите То есть это Либо надо очень большое терпение И потихонечку все это Потому что свет надо растушевать Раскидать, чтобы у вас не было полосами Если вы будете красить, как обычным пульверизатором У вас будут обязательно полосы Когда вы наносите краску Вот, допустим, металлик Да? Если металлик он На крыло, вот как вы видели Красили мы Не добивайтесь блеска Если у вас уже пошел блеск С баллончика Значит все У вас будет полоса Все делаем Сухим слоем Таким полумокрым И потом уже лак вам сам даст Блеск, который вам нужен Наполируйте И все будет красиво Ну, в принципе-то вот и все Что я хотел сказать Сейчас еще одну фигню покажу Ну, и по сути-то Своей, да В самом баллоне Краски-то всего 100 грамм То есть это не то, что баллон так сильно расходят Остальное там идут добавить Вот вчера ко мне Андрей из Коприна приезжал Мой подписчик Привез дяде Олеже вот такой подарочек Из Польши Там у нас как-то Просили показать Грузозахваты Ой, вернее Вот такие вот захваты Тут каленый болт Интересный очень Очень хорошие здесь губки Они и острые, каленые Во-вторых, очень такие Видите, рельеф у них хороший И зубцы направлены назад Они имеют свое направление Вот, если видно То есть вот так эта фигня делается Хоп Вот такие дела Хочешь, так тяни Так, ага, тут еще сообрази, как тянуть Хочешь, вот вбок тяни, да? То есть эта штука вкручивается Ну вот, она вкручивается сюда Можно как бы вбок тянуть И можно вот эта штука сюда вставлять Я не понимаю, да Вот такой прибамбас вставляется То есть можешь так тянуть Можешь так тянуть Ну, интересная, хорошая штука Андрей, спасибо тебе огромное Ну, я думаю, может они и у нас такие есть в России Клейб Клейб, по-моему, называется фирма Вот так вот Избранная в Польше У нас здесь часто как бы в Польшу ездят То есть, ну, у кого есть знакомые Там можно заказать, я думаю Это не большая проблема Ну, как-то так А на сегодня все Ну, вот, в принципе-то и все на сегодня Что мы хотели показать Эээ, как бы Надеюсь, урок был полезным Либо приятно провели время И напосошел, как всегда Анекдот Ну, анекдот такой Ну, может, не анекдот Небольшая такая притча Короче, магазин, да, супермаркет Народу тьма тьмущая Вообще Не продохнуть, не протолкнуться Ну, и весь народ Посередине у кулака собран И в середине мужичок там То цыганочку спляшет То песню споет То стишок смешной рассказывает Анекдоты травит Короче, блин, развлекает Все ухахатываются просто Испех, успех грандиозный У мужика вообще Ну, еще через толпу уваливается И дама такая С друг слоем подбородком Такая гром баба, да? Блин, принудок Вот ты где, блин Я тебя ищу по всему магазину Я тебе что сказала? Очередь займи! Мужик такими глазами смотрит Ну, а я-то что делаю? Чем смог, тем и занял Наред раступился и пропустил Даму без очереди Вот так вот иногда поступают Наши мужчины ради женщин Ну, на этой ноте мы закончим Следующее видео не заставит себя долго ждать Присылайте свои видео на конкурс Конкурс откроется уже 20 марта Так что до 19-го постарайтесь прислать Хочется пожелать вам здоровичка, крепкого сибирского Терпения для работы Чтобы настроение у вас не портилось Даже если дождик, можно в тепле без дождика поработать Вот такие дела Ну, конечно Добра и бабла Правильно Ну, что пригрустил? Ну, рассказывай, рассказывай Домой хочется? Да, ну прям Что, не хочется домой? Работать не будет Работать не будет Ну, передай привет людям Всем привет! Сто лет тебя не видели И где ты был? На курорте? Отдыхал Отдыхал Отдохнул? Конечно Набрался сил и ума Ума точно набрался? Да Наконец-то Народ переживает Деделя же уже отписывает устал Что там взять деду лепни? Бывает Наш самый рабочий инструмент Штатив, с которого мы снимаем Деделя, ты еще курить давай бросай мне Я-то бросил Не свободно Я-то бросил Ты меня задымляешь